Хэй-хэй-хэй! Дарова всем дорогие друзья, с вами Кент и ПК, и прямо сегодня хотел бы вам показать самые новые пасхалочки в нашем с вами стендов 2, а именно в обновлении 0.15.6. Новые пасхалки, фишки и что же вообще поменяли конкретно на картах. Ну что же, приятного просмотра, а мы начинаем. Ну а перед началом хотел бы вам, ребятки, разыграть Голл Пасс. Чтобы получить совершенно бесплатно, тебе надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, посмотри все видео без перемоток. И в-третьих, напиши любые хорошие комментарии плюс твое айди. Всем желаю удачи. На Gigi Снедов вышло свежее обновление. Добавили весенние кейсы, в которых вас ждет топовый дроп. Обновили сам сайт и группу ВК. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Просто пополняешь баланс и забираешь призы. Не забываем также про бесплатный барабан бонусов. А по моему промокоду получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также в описании есть промокод на бесплатных 35% пополнению. Всем нужны ссылочки, ты найдешь в описании. Gigi Снедов мой выбор. Ну а для первого факта, ребятки, нам необходимо зайти в плеймаркет. И что же мы видим? А мы видим то, что это версия 0.15.6. Да, спасибо вашу Кэпкин ТПК. Но суть-то не в этом. Суть в том, что 0.15.5-то не было. А где 0.15.5? Куда его дели? Ну а пока я вам рассказываю факт номер 2. Хотелось бы, ребятки, сказать только одно. Но то, что разработчики, вы негодяи. Потому что третий сезон уже должен стартовать. Прошло уже полгода со второго сезона. Так что, ребятки, мы ждем третий сезон. Так, ну что, давайте смотреть. Факт номер 2. Многие из нас пишут, Кэпкин ТПК, а что это такое за тревел разбах? Многие не понимают, что это, как его и с чем его едят. А это, ребята, просто стикеры. Я не знаю, почему такое странное название, но если вы нажмете сюда, то на Голдбассе есть значок сундучка. И это те самые стикеры. Вот сундучок, вот сундучок. Это те самые стикеры, которые мы видим в фильтре на рынке. Это очень странно, потому что раньше такого фильтра не было. Раньше все было просто в одной коллекции по типу там 2 years, 3 years и так далее. Но сейчас разработчики, по видимости, решили разделить стикеры от скинул. Дальше факт номер 3. Ну, я хотя даже не знаю, можно это считать фактами или нет. Но хотя все равно, это мой канал, поэтому хочу и считаю. Короче, ребят, посмотрите этот замечательный скин. Ну да, он нихрена не замечательный. Знаете почему? Да потому что, блин, елки-то палки. Это самый обычный переделанный П-350. А именно, это самая анкомонка Саванна. Там даже та самая надпись Бауэр. Посмотрите, видите, тут надпись Бауэр. И теперь я захожу в коллекцию, и сейчас там будет то же самое. Смотрите, 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 смотрите. Оп, и опять. То есть мы делаем вывод, что разработчики просто переделали обычную анкомонку. Ну что же, а теперь давайте к самому-самому интересному. Что же поменяли на карте Сэнстоун? А именно на карте Сэньярдс. Я думаю, вы все прекрасно помните эту дверь. Так вот, теперь эта дверь открытая. Также появилось такое вот маленькое окошко для вытяжки. Ну короче, ребят, все как положено. Так, ну что, ребята. Прямо сейчас можем вот именно конкретно с этого места понаблюдать, что же изменили в карте Сэнстоун. Мы видим, что добавили вот это вот место, потому что раньше его не было. Посмотрите, как красиво. Реально очень прикольно, очень круто. Вот это вот все добавили. Раньше этого не было. Дальше добавили вот эти вот два здания. Вот этого здания тоже не было. Это вообще новое здание, потому что я его раньше никогда не видел. Ребята, честно говоря, это очень круто. Также немножко добавили здания сюда, потому что раньше на спауне террористов тоже этих зданий не было. Ну а для следующих наших фактов нам необходимо переместиться на карту провинции. Что же мы тут видим? Мы тут видим вот такие вот бигборды, такие вот плакаты. Что же они символизируют? Мало ли вы в танке или не знали, что произошло, или не знают только что в первую жизнь скачали Синдов. Так вот, рассказы специально для вас. Нашему с вами Синдову исполнилось 4 года, такой мини-юбилей. Правда, это было неделю назад, обновление вышло только сейчас, но ничего страшного. Так вот, все эти надписи символизируют именно тот самый юбилей. Но помимо всех этих надписей, разработчики также добавили просто такие мини-графти, такие мини-пасхалочки. И если вы посмотрите, какие карты, их почти все поменяли. Там кое-что там добавили, кое-что убрали, там пару зданий накинули и так далее. Я считаю это очень круто, но, честно говоря, ребят, вот я скажу откровенно, я ожидал большего. Я ожидал те самые новые карты, которые прямо сейчас тестируют, то что... Ну а сейчас конкретно о новых картах. Ну а для этой мини-пасхалочки нам обратно необходимо возвратиться, ребят, в тот самый голд пасс. Вы все скажете, кентер пока, откуда ты взял то, что будут новые карты? Ребят, я не взял, я в этом уверен. Внимательно смотрим. Прямо сейчас мы, ребятки, нашли, так сказать, мини-коллекцию новых карт. А теперь давайте посмотрим конкретно, какие же будут карты. Смотрите, что же мы тут видим? Это, ребят, карта какая? Это карта Зона 9. Это карта Синстоун. Это карта Раст. То есть, я думаю, никого нету сомнений в том, что это конкретно карты. А, подождите, я не туда кликнул, стопэ. А, нет, туда, туда, туда. Короче, ребятки, смотрите. Если мы прожмем немножко выше, то есть снизу идут карты по типу Синстоун, Раст, провинция и так далее. Чуть выше идет карта Таргет. Вы скажете, кем-то ПК, что это за карта? Да я вам скажу только одно. Я сам не знаю, но я помню, что в Сливе Пакету фигурировало слово Таргет. Так что, ребята, возможно, эта карта с какими-то мишенями, с какими-то прицелами. Не знаю, возможно, это тут наподобие полигона будет, да? Только это уже будет полноценная карта. И, скорее всего, это будет командный бой. А вот карта под названием Сектор Б, ребята, мне кажется, эта карта будет переделана из Зоны 9. Ну, потому что похоже по стилистике, но отдельная карта для закладки бомбы, да и просто для ММа. Я считаю, это очень круто, и мы очень сильно ждем, наконец-то, новые карты. Одна для командного боя, одна для закладочки. Так что, разработчики, мы вас верим. Давайте. Ну, а следующий наш факт, это, ребятки, режим под названием Эскалация. Первый факт, то, что разработчики нагло стырили, скопировали идею и взяли у CSGO. Позаимствовали, так сказать. Поэтому, ребята, это, по сути, тот самый режим Retake. Ну, это те, кто играли в CSGO. То же самое, только в стендоффе. Ну, что же. А теперь я хотел бы показать пасхалочку. Короче, ребят, суть пасхалки крайне проста. Если мы хорошо отыграем, тогда у нас будет награда. Потому что, я вот, например, вчера спрашивал, ребята, а что означает звездочка? Мне никто не смог объяснить. Прямо сейчас я наглядно покажу, что за звездочка, что за награда, и вы все поймете. Ну, что же, ребятки, нам необходимо хорошо отыграть в этом раунде. Тогда мы кое-что получим. Ну, что, полетели. Ну, как, хорошо, нам надо отыграть лучшим стихи и раздефюзить бамбу. Походу, не судьба. Попрошу обратить вас внимание, то, что при выборе оружия у меня нету никакой звездочки. Это реально очень важно. Так, ну, что. Бамба на планету А. Нам надо бежать в сторону планеты А. И сейчас вы все поймете. Мне, ребят, надо отыграть лучше всех. Я скажу так. Это будет непросто. Но, ребята, вы сами знаете, как я, типа, киберспортсмен 2 до 8. А-а-а! Ты что тут делаешь? Так, ну что. И прямо сейчас нам надо просто раздефюзить бамбу. Так, ребят, пока никто не видит, пока никто слышит. А! Опа, нормально. Нормально даже не почувствовал. Так, отойди. Опа! Дефюз бамбу. И сейчас, ребята, будет один интересный факт. Я скажу так, я сам о нем не знал. И никто в чате мне тоже о нем не подсказал. Смотрите, я самый ценный игрок. И прямо сейчас, в связи с тем, что я самый ценный игрок, у меня будет дополнительный выбор оружия. То есть, у меня вот есть звездочка. И я себе могу выбрать АКР с ХЕшкой. Это очень круто, потому что я про это не знал. Кто тоже, плюс в комментарии. Ну что же, дамы и господа. В принципе, это все. Обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. Я прям капец как сильно прошу. Пыжи, подпишитесь, ребят. Потому что я хотел бы именно вам подарить бесплатный голд пасс. Также напишите любой хороший комментарий. Возможно, я что-то пропустил. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи. Всем пока. И да, подписывайтесь на мой телегу. Там все сливы.